Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы на канале Шахматы для Всех. В этом видео мы с вами поговорим об еще одной очень интересной партии первого тура супертурнира в голландском Вейконзее, в которой встретились индийский гроссмейстер Дамараджу Гукеш и гроссмейстер из Китая, претендент на мировое первенство Дин Лежень. Д4 сыграл Гукеш, КНФ6, С4Е6, КНФ3, Б6. Новоиндийская защита. Белые избирают главную систему этого дебюта, играя Ж3 и после слон А6, Б3, слон Б4, шах, слон Д2, отходит на Е7 Дин Лежень, слон Ж2, рокировки, Д5, КНЦ3. Черные укрепляют пешку Д5 ходом Ц6, слон Ф4, КНБД7, ЦД. В этой известной позиции черные нередко забирают пешкой Ц, вскрывая вертикально ферзевом фланге. Но в нашей партии китаец сыграл ЕД, и тут белые продемонстрировали новый ход. Ранее здесь белые играли либо А3 с дальнейшим Б4, либо ферзь Ц2. Но в нашей партии Гукеш сыграл КНЕ1 с целью перевести коня на Д3. Черные играют ладья Е8, КНД3, КНФ8. Черные также планируют перевод своего коня на Е6 с нападением на пешку Д4 и слона. И тут Гукешу следовало сыграть ладья Е1 с тем, чтобы после КНЕ6 пойти слон Е5, поддерживая примерное равенство. Но индийский гроссмейстер предпринимает неудачный позиционный маневр. Он ставит слона на Ж5, а после КНЕ6 меняется на Ф6. Давление на пешку Д4 вынуждает белых сыграть Е2-Е3. В итоге черные получили преимущество двух слонов. Кажется, что пока оно не играет важной роли. Но на самом деле у китайского шахматиста есть отличный ход КНЦ5, который он и сделал с целью побыстрее вскрыть позицию и оживить своих слонов. Белые вынуждены забрать коня пешкой. И после ответного взятия ладья С1, ФЕ6. ФЕ2, дважды нападая на слона, Д4 сыграл Дин Лежень. И после размена на Б6 Гукеш поставил ладью на Д1. Черные сыграли ладья АД8, ЕД, слон бьет Д4. На доске возникла критическая позиция этой партии. От выбора Гукеша зависит дальнейший ход борьбы. Конечно, индийский шахматист видел, что можно забрать пешку С6. Но после ладья С8, КНФ4, точно оценить эту позицию не сумел. Конечно, у черных очень богатый выбор различных активных возможностей. И, пойдя за белых на эту позицию во время партии, очень велик риск не досмотреть что-то за соперника и в конце концов потерпеть поражение. Но компьютер пишет, что в этой позиции абсолютное равенство. На любую активную возможность черных у белых находится адекватный ответ. Например, можно забрать на Ф2 с шахом. После взятия забрать на С6. Но белые играют КНД5. И после перехода в окончание позиция абсолютно уравнивается. На руку белым играет тот факт, что у черных слаба 8 горизонталь. Также можно сделать ход ладья Е2. Интересное решение. Но после взятия Ф2, КНХ1, слон бьет Е2, ладья бьет Д4. Больше равенства у черных также здесь нет. Они вынуждены играть слон Ф3 после взятия Ф3 шах. На Ф2 будет взятие ладьи на С1. Поэтому КНГ1, шах, КНХ1. И если черных не устраивает повторение ходов, то нужно брать ладью С1. Конечно, забрать ферзя не получается. Там мат по 8, поэтому нужно брать и переходить вот в такое равное ладейное окончание. Черные играют Х5. И партия с большой вероятностью закончится в ничью. Таким образом, забирая здесь пешку С6 слоном, Гукеш поддерживал равенство. Но индийский гроссмейстер сыграл сразу КНФ4 и позволил китайскому шахматисту захватить инициативу. Дальнейшая игра Дин Леженя очень сильна и предельно конкретна. Китаец делает ход Ж5. Прогоняет коня на край доски. Еще раз нападает на него С3, С5. У черных очень серьезный позиционный перевес. Мощный слон Д4, имеющий прекрасные перспективы белопольный слон. В то же время белый слон вынужден защищать застрявшего на краю доски коня. Ж4 сыграл Гукеш, но черные делают ход Ф5 и жертвуют пешку. Если забрать пешку пешкой, то после хода Ж4 взяли Ф6. Играют черные и завоевывают диагональ. Далее ставят слона на Б7 и создают мощнейшую атаку на белого короля. Если же белые бьют пешку ферзем, то после темпового хода слон С8, ферзь С2, следует ладья Ф8. Ферзь Е4, ладья Д7 и далее слон Б7. Поэтому конь Ж3 сыграл Гукеш и взятие на Ж4. Если забрать пешку, то слон Б7 с дальнейшим ферзь С6. И белые, как в одном из предыдущих вариантов, захватывают диагональ и создают угрозы мата. Поэтому, защищаясь из последних сил, Гукеш сыграл конь Ф5. Ферзь Ф6 сыграли черные. Если тут забрать на Ж4, то следует слон С8. Ладья Е1, ладья Ф8 и коню белых нужно покидать пункт Ф5. После взятия слон бьет Ж4, конь отходит из-под удара, нападая на ладью. Размен, ферзь С4, двойной удар, но слон Е6. Конечно, тут слон черных явно сильнее белого коня. К тому же, непоправимо слаб белый король, что делает данную позицию для белых безнадежной. Но Гукеш сыграл иначе. Он не забрал пешку, пошел слон Е4. И тут китаец допустил единственную в этой партии по марку. Лучше было сыграть ферзь Е5. Но китайский шахматист пошел А5. И белые находят возможность активизироваться на ферзьевом фланге. Они играют Б4, но черные ставят короля на Ф8. И тут Гукеш делает очень мягкий ход. Ему нужно было продолжить активную игру на ферзьевом фланге и сыграть А4. Только так можно было надеяться на спасение партии. Но индеец зачем-то просто поддержал пешку ходом А3, а по сути потерял важнейший темп. После А4 он сыграл ладья Е1. И тут Дин Ли Жень продемонстрировал очень красивую, хотя и не очень сложную комбинацию. Китаец пожертвовал качество на Е4. Нужно брать ферзьем, чтобы сохранить коня. Но еще один мощный и красивый удар слон Д3. Мотив завлечения. Если забрать слона, то слон бьет Ф2 шаг и белые остаются без ферзя. Поэтому Гукешу пришлось отойти ферзем на Е6. Но после размена слон бьет Ф5, ладья бьет Б6, Ж3. Два мощнейших белых слона решают исход партии. Связка пешки Ф2 не дает белым высвободиться. И после HGHG, BC слон H3. Черные создали угрозу взятия и превращения пешки в ферзя. Что в итоге дает им решающий материальный перевес. Не ведя защиты, Дамараджу Гукеш сдался. Вот такая очень энергичная партия в исполнении двух сильных современных гроссмейстеров. Ощущалось, что Дин Ли Жень намного опытнее и мастеровите своего более молодого соперника. В этом поединке с помощью красивой комбинации Дин Ли Жень на все 100 использовал силу своих мощных слонов. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех. Большое спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...